Пьем, в основном пьем. Тонизирующее что-нибудь, арбуз, дыня. Ну и иногда окрошки, иногда мороженое. Мороженое съешь, сразу пить хочется. Вода. Только холодная вода. Лично я выплю ледяную воду. Прохладную жидкость, да и в тени как варить гуляем, и в жару сидим дома. Мороженое, в принципе, арбуз, дыня такой вот, прохладная. Мы едим арбузы, ходим на пляж, кушаем мороженое, пьем водичку. Летние дни вдохновляют на поиск оригинального десерта. Спасением от жары может стать сорбет, лакомство, которое появилось в Европе еще в 16 веке. Десерт – близкий родственник мороженого. Не содержит молока и сливок, поэтому он легкий и низкокалорийный. И приготовить его проще, чем кажется. Покупаем ягоды. Малина – идеальный вариант. Ее можно сочетать с вишней, сливами, смородиной, голубикой или ежевикой. По словам кондитеров, нет такого десерта для освежающего напитка, в котором малина была бы лишней. При выборе ягоды обращайте внимание на внешний вид. Главное, чтобы она была свежая, красивая, без всяких пятен. Сейчас вот в основном ягоду берут для варенья, стараются как бы… Потому что в этом году вообще ягоды было очень мало. Люди стараются успеть взять, заморозить. Кто-то делает мороженое, многие спрашивают даже. Ингредиенты собраны. Вперед на кухню. Для приготовления сорбета также понадобится коктейль «Мохито». У нас он домашнего приготовления. В коктейль «Мохито» входит мята, сок лайма, сахарный сироп и содовая. За основу можно взять и любой другой коктейль. Главное, чтобы он сочетался с ягодами. Первый этап у нас – мы измельчаем ягоды блендером, либо протираем через сито, но прежде нужно их тщательно промыть. Также добавляем немного воды. И сахарный сироп для стабилизации кислоты. Следующий этап – мы протираем нашу ягодную смесь, дабы избавиться от лишних семечек. Но вы можете оставить их, если нравится вам эта текстура натуральных ягод. Теперь добавляем нашу домашнюю «Мохито». Достаточно. Перемешиваем. Смотрим, консистенция слишком густая. И еще добавляем. И перемешиваем. Консистенция должна быть как сока с натуральной мякотью. Не слишком жидкая и не слишком густая. Чтобы ускорить приготовление сорбета, используем жидкий азот. Его температура – минус 196 градусов Цельсия. Защищаем руки резиновыми перчатками, чтобы избежать ожогов. Если у вас нет жидкого азота, десерт можно убрать в морозильник. Какая консистенция крутая получилась. Выкладываем сорбет. Чтобы сделать аккуратные шарики, используем специальную ложку для мороженого. Десерт украшаем веточкой мяты, фруктовой чипсой и цветком гипсофилы. Наш сорбет готов. Ксения Баканова, Константин Головин. События.